В этот день целью дорожного надзора стала проверка на тех улицах, где уже были выписаны предписания за ненадлежащее состояние дорог. Одно из мест – пересечение проспекта Александра Невского с улицей Станционной. Здесь претензий было несколько – снежные валы у пешеходного перехода, сужение проезжей части. Визуальный осмотр показал – частично нарушения устранены. Но таких проблем в Карельской столице этой зимой буквально полгорода. Проверки проходят постоянно. И приезжают отдельные инспектора, и по жалобам, по заявлениям граждан в том числе. И у нас существуют совместные мероприятия, когда мы выезжаем и с представителями техрента, и администрацией, и контролируем непосредственно жилобор уличной дорожной сети. Если госавтоинспекторы говорят, что подрядчик на предписание реагирует довольно быстро, власти города более строги к оценке работы техрента. Раз у нас есть предписание, значит можно оценить, что техрент в целом не справляется с теми обязанностями, которые на него возложены. С точки зрения оперативности, да, и комплекса выполнения работ. Регулярно с подрядчиком вопрос прорабатываем. Ну, с той или иной степенью успеха получается это просто решать. Где-то на результате, в рамках переговоров рабочего характера, где-то путем штрафных санкций. Еще одна точка – улица Луначарского. Целиком. Здесь было слишком много снега по краям проезжей части. Жаловались и жители района. Отреагировали оперативно. Тут работы и пока закончены. Вообще, по всему городу, в первую очередь, подрядчик старается убрать снег в районе пешеходных переходов, остановочных пунктов. Там, где видимость ограничена. Сейчас также последствия снегопада ночного у нас отражены на проезжей части. Но это уже не та ситуация, которая была до этого. Санкции этой зимой в адрес подрядчика большое количество. Это и сами штрафы и пени в общей сложности. А зима еще не закончилась. Техренту уже предъявлено более 7 миллионов штрафов и неустоек. Несмотря на все трудности, власти города заявляют, работают с подрядчиком и с представителями дорожного надзора в тесной связке. Одни выявляют проблемы, в мэрии их аккумулируют и передают в работу техренту. Тесное взаимодействие направлено в первую очередь на безопасность дорожного движения. Анжела Маркевич, Сергей Беляев, Служба новостей.